Продолжаем работать над сайтом. И сейчас мы будем вносить изменения в блок обложки. Итак, для того, чтобы изменить обложку, у нас есть два меню. Первое меню – это меню контент. В меню контент мы можем менять тексты, а также можем менять изображение. И также мы можем еще разместить фоновое видео. Если вы решили разместить видео в качестве обложки, видеообложку сделать, то помните, пожалуйста, о том, что в мобильной версии сайта видеообложки не поддерживаются. И для того, чтобы обложка сохранилась в свою графику, нужно подготовить дополнительный файл и загрузить его. Как мы это будем делать? У нас нет видео, у нас есть просто файл. И мы сейчас загрузим картинку, которую я подготовила для того, чтобы мы могли ее разместить. Пока я ищу картинку, хочу рассказать о том, какой она должна быть. Обложка – это важное изображение. И нужно, чтобы оно было качественным. Качественным, а это значит большим чаще всего. Так, вот так я нашла картинку. Значит, смотрите, какая штука. Размер картинки 1680 на 900 точек. Это самый оптимальный размер изображения для того, чтобы разместить его на полный экран. Если изображение меньше, то конструктором его растянет и полезут всякие разные графические погрешности, чего делать, конечно, нежелательно. Если изображение больше, чем 1680 точек, то это влияет... Ну, то есть это как бы большое изображение. Размер изображения влияет на загрузку сайта, что, соответственно, влияет на SEO. Поэтому, когда вы будете искать, подбирать картинки, постарайтесь, чтобы они подходили вам по размеру. Еще есть вариант. Файлы изображений могут быть в формате PNG, как я подгрузила сейчас. Файл. Вы можете видеть, что вот есть название изображения и размер его. Обратите внимание на цифру 3.1 МБ, потому что сейчас я загружу точно такой же файл, только в формате JPEG. И вы можете увидеть, что в формате JPEG изображение будет меньше по размеру. Да? Вот, посмотрите. 0.5 МБ. Разница в изображении, разница очень большая. И тот, и другой формат подходят. Но вот, в общем, для того, чтобы сделать... Для того, чтобы максимально сделать эффективным сайт, да, в быстром при загрузке, на практике вы видели, что можно пользоваться... В чем разница, да, между JPEG-форматом и форматом PNG. Итак, если мы сохраним сейчас, да, то мы, не выйдя из меню, сможем посмотреть, что вот наша картинка встала на место, и можем продолжать работать. Сейчас я покажу вам, каким образом можно менять контент, да, то есть содержание, вот текстовое содержание. То есть мы копируем, копируем, я тебе покажу наглядно, копируем текст и вставляем его в раздел заголовок. Так. Еще у нас есть надзаголовок. И мы в это поле размещаем двухнедельный онлайн-курс фразу. Двухнедельный. И дальше у нас следует описание. Значит, в данном случае я сделаю таким образом. Значит, у нас есть курс для продвижения... Для продвижения услуг мастеров частной практики, специалистов помогающей профессии. Да, это для кого курс. Такая фраза говорит о том, что... Ну, то есть позволяет пользователю сразу идентифицировать себя как целевую аудиторию, да, этого курса. То есть это такой прицель, некоторый прицел. И в этот же блок я размещу информацию о дате проведения, да, с 30 апреля по 14 мая. Теперь я нажимаю «Сохранить и закрыть». И смотрю, что у меня получилось. Что я вижу? Что при таком графическом решении у меня хорошо видно двухнедельный онлайн-курс фразу, да, хорошо видно название курса, но при этом хорошо видно, что этот курс для продвижения услуг мастер-классов частной практики, помогающих профессий, но при этом плохо видно дату, она сливается. Что я могу сделать? Значит, во-первых, так как тексты мы редактировать можем несколькими способами, то я сейчас выбираю, размещаю курсор прямо в тексте, который, видите, выделяется блок. Вот, если вы видите, то тут выделился этот текстовой блок. Дальше я ставлю курсор на то место и отделяю кнопочкой «Энтер» размер. Потом выделяю этот кусочек текста и увеличиваю размер шрифта, например, до 28. Ну, недостаточно, на мой взгляд, он увеличился сильно. Так. Тридцатый размер тоже недостаточно мне устраивает. Тридцать четвертый. Мы уже ближе, да, это важная, да. Дата эта важная. Давайте тридцать шестой. Так, и чтобы еще было виднее, мы изменим жирность текста, да. За жирность текста отвечает вот такой вот кружочек. Так, давайте выберем болт. Так. Ну вот, теперь у нас все тексты читаются, так. И мы зайдем в настройки, посмотрим, что там. Итак, в настройках мы можем заменить, например, выравнивание по левому краю, да. Что значит по левому и по правому мы можем выравнивать. Если нам изображение, если у нас изображение асимметричное, то есть основной какой-то его объект находится, основная графика, да, привлекающая внимание объект находится справа либо слева, то мы можем использовать форматирование, выравнивание по левому или по правому краю. Сейчас я покажу, как это выглядит. Например, вот так, да. И вот у вас таким образом здесь может какое-то лицо человека быть, да, то есть или там что-то продукт может быть показан здесь, или какая-то картинка, где здесь центр, центр изображения, центр, ну, как бы визуальный центр, да, изображение смещен вправо, и тогда вы компенсируете это текстом слева. Итак, возвращаемся по центру, нажимаем «Сохранить». Видим, что у нас получилось. Прекрасно. Вертикальное выравнивание отвечает за то, где расположен ваш текстовой блок. Сейчас он автоматически, он, это выравнивание по центру, да. Если вы захотите, например, поднять его вверх, в случае, если у вас, ваша картинка имеет, ну, то есть если бы здесь эта печатная машинка была бы внизу, да, то мы бы могли поменять его именно таким образом, поставить его именно таким образом. Ну, нам это не нужно. Посмотрим, что будет, если по низу. Так, вот видите, текст уехал вниз. В принципе, для нашего изображения, для нашей картинки такое форматирование, размещение текста подходит. Но я все-таки оставлю выравнивание по центру. Так, что еще мы можем сделать? Еще, например, мы можем сделать высоту обложки не 100%, то есть не целый экран. Автоматически она занимает целый экран. Для этого нужно изменить вот эту цифру, высота. Здесь такие V, V, H, да, такие единицы, это проценты. То есть вы можете изменить, здесь поставить, например, 70, если вам не нужна такая большая обложка, или в том случае, если вам нужно, чтобы на обложке появилась, ну, как бы на первом экране вылезала еще какая-то надпись дополнительная, да, в данном случае, следующего блока. В данном случае нам это не нужно. Я возвращаю 100%. Обратите внимание, что у нас тут у этого блока, видите, такая стрелочка, которая показывает, которая предлагает пользователю посмотреть, что же там внизу написано. Отлично. Теперь мы переходим к такому интересному инструменту, как фильтр. Фильтр реализуется в тильде посредством прозрачности и заливки цветом или градиентом. Градиент – это переход от одного цвета к другому. Вот здесь у нас сплошная заливка, да, то есть поэтому у нас используется черный и черный цвет в обоих полях. Цвет фильтра в начале и цвет фильтра в конце. То есть это по большому счету градиент, только он из черного в черный, поэтому он выглядит у нас как просто черный. Есть прозрачность и непрозрачность. Вот, например, если мы ставим непрозрачность 100%, то видите, что у нас появилось? Ну, в данном случае это не очень здорово, потому что картинка у нас пропала, да. Сейчас мы давайте вернем сюда 70, поставим 100 вот здесь, сохранить и закрыть. Ой, закрыть зря. В общем, вот вы видите, да, что у нас остается картинка и текст, и поле, как бы, графика, которая изображение, часть, в нижней части изображения, да, закрывается. Получается такая маска. Я возвращаюсь в настройки и перехожу к работе с нашими палитрами. Значит, итак, я выбрала вот такую палитру, и для градиента я беру вот такие два цвета. Верхний у меня будет сиреневый блок. Ой, верхний. Так, извините. Верхний будет сиреневый. Оставляю 70%, да. И здесь я тоже пока оставлю 70%, потом посмотрю. Возможно, и цвет я сюда беру вот этот вот бирюзовый, да. Из этой палиты вот эти два цвета, они у меня будут основными цветами на сайте. Сиреневый и бирюзовый. Зеленый, черный, он черный тоже не 100% черный, как бы он чуть-чуть серый. Вот, и вот этот ярко-синий и зеленый, они будут использоваться как дополнительные цвета. А может быть и не будут, потому что далеко не всегда я использую все пять цветов. Так? Итак, вот что у нас получилось. Итак, мы видим, что картинка сохранилась. Осталась такая интересная маска, да, переходящая из фиолетового в бирюзовый. Что нам это дает? Иногда, когда вы подбираете картинку, она не очень соответствует общей гамме сайта, общей цветовой гамме сайта. И вот за счет такого фильтра, такой маски, да, вы можете графически решить этот вопрос, решить эту проблему, да. То есть у вас может быть сайт в холодных оттенках, а фотографии могут быть там в теплых тонах. И это нехорошо, ну, может быть нехорошо. Если вам что-то не нравится, попробуйте поиграть, да, вот этими вот масками. В общем, это сейчас градиенты в моде, в тренде, да, поэтому, используя именно этот инструмент, вы можете сделать, как бы сказать, не только красивый, но еще и современный. Я считаю, что текст на обложке читается достаточно хорошо. Если мой клиент скажет, что ему это не очень, ему кажется, что это не очень, недостаточно хорошо, да, то тогда мы поменяем. Что мы можем изменить в данном случае? Мы можем изменить, например, ту же самую непрозрачность. Например, если мы ставим здесь внизу 100%, то мы видим, да, что у нас остается картинка, которая намекает на смысл того, что мы будем делать. И за счет того, что эта картинка становится менее прозрачной книзу, текст более мелкий, да, читается лучше. Значит, пока я оставляю 70%, а дальше смотрю на то, что будет у меня складываться в дальнейшем. Итак, переходим к следующему блоку. К следующему блоку мы переходим в следующем уроке.